Я волшебник Кот, петух и лиса. Русская сказка Жил кот с кочетком. Кот идет за лыками в лес и бает кочетку. Если лиса придет звать в гости и станет кликать, не высовывай ей головочку, а то унесет тебя. Вот пришла лиса звать в гости, стала кликать. Кочетунюшка, кочетунюшка, пойдем на гумен по золотой яблочке катать. Он глянул, она его и унесла. Вот он и стал кликать. Котенька, котенька, несет меня лиса в далекие леса за крутые горы, за быстрые воды. Кот услыхал, пришел, избавил кочетка от лисы. Кот опять идет за лыками и опять приказывает. Если лиса придет звать в гости, не высовывай головку, а то опять унесет. Вот лиса пришла и по-прежнему стала кликать. Кочеток глянул, она его и унесла. Вот он и стал кричать. Котенька, котенька, несет меня лиса в далекие леса, за крутые горы, за быстрые воды. Кот услыхал, прибежал, опять избавил кочетка. Кот опять скрутился и тит за лыками и говорит. Ну теперь я далеко уйду. Если лиса опять придет звать в гости, не высовывай головку, а то унесет и не услышу, как будешь кричать. Кот ушел, лиса опять пришла и стала опять кликать по-прежнему. Кочеток глянул, лиса опять унесла его. Кочеток стал кричать, кричал, кричал. Нет, не идет кот. Лиса принесла кочетка домой и крутилась уж жарить его. Тут прибежал кот, стал стучать хвостом об окно и кликать. Лисонька, живи хорошо со своим подворьем. Один сын Демеша, другой Ремеша, одна дочь Чучилка, другая Почучилка, третья подмети шесток, четвертая подай челнок. Коту стали выходить лисоньки на дети, один за другим. Он их всех поколотил. После вышла сама лиса, он ее убил и избавил кочетка от смерти. Пришли оба домой, стали жить да поживать, да добра наживать. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец.